Всем привет! Не секрет, что по всей Америке дома ходят под горячие пирожки. Вот и к нам пришел заказ на вот такой вот цыбнячок. Домик этот 1900 года. Вот как видно, выполнен из кирпича. Я так подозреваю, что он будет трехэтажный. Ну и также очень большая земля для городской местности. Тут почти два акра. Правда, думаю, что основная часть земли находится вот именно за этим оврагом. Прохожусь вокруг дома, то есть, в принципе, нигде не вижу, чтобы стены где-то покосились. Все выглядит все ровненько. По кирпичам не видно абсолютно ни с одной стороны трещин. Фундамент выполнен вот из таких вот скальных пород. Но на моем опыте, то есть, в принципе, я еще не видел, что их было. Ну, зайдем во внутрь дома. Посмотрим, что и как внутри. На входе вот такая вот большая красивая лестница. Мы поднимемся на нее чуть позже. Интересные такие вот медные поделочки. Но двери, я так думаю, что уже будут оригинальные. На старе я такой вот интересный свишник. Камин. Я так думаю, что он будет еще и рабочим. Старинные часики. А, конечно, по дому тут так очень много антиквариата. Идет пазж с рта. Красивая такая тумбочка. Конечно, кухня такая вот маленькая здесь, для такого большого дома. Но, может быть, здесь она будет и не одна. Исландри Рум, это понимаешь, что только одна стиральная машина здесь. Такие вот старинные тарелочки. Да, это как музей антиквариата. Вот это так, я думаю, что вот этот будет серебряный. Интересный такой здесь проходик. Интересно, для чего предполагалась вот эта комната. Смотрю, написано ценники. То есть, я так думаю, что в доме было аукционно. Либо собирается быть. Туалет первый. Конечно, сейчас морозы такие. Не включено отопление. Я так думаю, что здесь пообрывало трубы уже. Вот стоит здесь лифт. Престаренный человек. Отход на второй этаж. Лесенка немножко под наклоном. Так же вот, как и весь второй этаж. Второй туалет. Уже полноценный с ванной. Высокие потолки. Класс, конечно. Первая спальня. Наклеенные обои. Владелец этого дома умер. Ну и, соответственно, родственники его продают. Неизвестно, конечно, где и как, и в какой комнате. Пройдем дальше. Я так понимаю, что какой-то массажный столик. Годов, наверное, 60-х, может быть, 70-х. Мебель. Ну, с компьютера. Вторая bedroom. Интересно, что с каминчиком. Конечно, прикольно. Ну, конечно. Но, естественно, все здесь нужно осовременить. Как клозет. Картины. У них я мало что понимаю. Третья комната. По размерам не слишком она большая. Она тоже со своим каминчиком. Старинные часики. Я так понимаю, что вот эта вот заводочка. Какая-то интересная литература. Трогать не буду. Даже одежда. Фотоаппараты. Такое еще что-то из гардероба. Плюс какая-то картинка. По потолкам видно, что тоже ровенькие. Нет трещинок. Так, четвертая комната. Со своим камином. Старинные фотографии предков. Вот такие вот. Белые красивые молодые люди. Бьюти-уголок. Зеркало. Блезечко. Духи. Духи сразу видно, что старинные. Хотелось бы даже испробовать этот запах, но не буду открывать. Смотри, кто эту шапку здесь потерял. Ну, уже много старинной литературы. Реально подзамерзают у меня уже пальцы на руках. Уголочек для одежды. Тоже потолки ровенькие. Нет трещин. Так же, как и нет трещин по стенам. Здесь дверца. Написано держать ее закрытой. Что же там внутри? А здесь квот на третий этаж. Старинный сундучок. Я так думаю, что оригинальная старинная крыша. В отличном состоянии все. Ну, вот туда я пробираться не буду. Ну, а здесь вот такая вот комната гардеробная. Валяется книжка Леонардо да Винчи. Человеческое тело. Ну, а вот это вот полноценно у нас вторая ванная комната. Ванная как в джакузи. И вот спускаемся на первый этаж. Вот вот эта красивая лестница, которая нас встречала на входе. Висят вот такие вот подсвечники со свечками. Гардеробчик. Висят костюмчики. Третий туалет. Здесь такой вот классный кабинетик. Часики. Каминщик уже сбился за счет какое. Старинное музло. Какие-то... Какие-то станочки. Вот уже поделки. Тоже, в принципе, все красиво. Ровненькие полики. Висит шведский флаг. Вполне возможно, что иммигранты какое-то поколение из Швеции. Ну, на первом этаже должно быть больше комнат. Попробуем пройтись еще раз. Вход на улицу. Какой-то проемчик забаррикадирован шкафчиком. А здесь тоже немножко непонятно, что тут. Старинный проектор. Какие-то картины. Идем по кругу. Вот. Наверное, и все. Хотя мне казалось, что на первом этаже должно быть побольше места.